Так, хотелось бы разнообразия, друзья мои, вот хотелось бы разнообразия, потому что я играю с двумя только соперниками, опять с Мурф, ну хорошо, с Мурф, давайте, вот я должен сейчас завершить, и, наверное, на этом мы пока закончим, на сегодняшний день. Так, сюда, а известный теоретический вариант, так, сразу с Е3 что ли начать, так, ну давайте, может быть, может быть, да нет, вот я помню, что слон Д4, ход хороший, сюда Е3, так, интересная, кстати, у нас теоретическая дуэль, сюда Ферзь С2, есть еще ход Ферзь С1, Напал, а если я с этого начал, или начал, давайте посмотрим, чем дело кончится, H4, но я просто пытаюсь проверить, куда пойдет Ферзь, знаете, просто мне интересно, так, слон Д3, ну-ка, ну-ка, сюда, ну-ка, иди сюда, сладкий, мы тебе дадим тумаков, слон Б7 и слон С6, вот такая идея, знаете, не братская, знаете, не братская, И такая, ну, немножко жестокая. Так, допустим, напали. Ладья Д8, да, по идее надо играть. Так, там пешка на А3, правда, немножко подвисает. Подумаю, как же мне его еще подкузмить-то, потехничнее. Так, а если сюда сыграю? Король Д8. И после ладья Д1, что он будет делать? Ладья, так, я чувствую, что здесь что-то есть. Что-то есть, но пытаюсь понять. Еще какой-то странный ход 3-0 есть, довольно забавный. А немножко такой нетрезвый, я бы сказал. Ну, вообще, трезвостью эта игра, в принципе, здесь не блещет. Еще есть конь Д5, какой-то забавный ресурс, с идеей откушать конян С4. А если конь А3? Конь Д5, конь А3. Взяли, взяли, может быть, конь С7. Ух ты, как все запущено-то здесь. Так, ладья Д1, король уходит на С8. Вот что мне не нравится. Так, может быть, мне в Веншпиль неожиданно перейти? Давайте в Веншпиль как-то перейду и попробую его задавить морально. Хотя ход странный, вы знаете, ход очень странный, потому что как раз в Мительшпиле вроде бы черный конь должен был сказаться где-то. Да, наверное, я не прав, друзья мои. Наверное, надо было все-таки как-то пожестче действовать, именно в Мительшпильном плане. По-моему, черных есть просто простое взятие на А3. Ну, хорошо, плыву, плыву по волнам неизвестности. Надеюсь, что черный король все-таки как-то мне поможет где-то в каких-то вариантах. Где-то я на Ж7, может быть, возьму на Ф6 какой-то шаг там. И, а что дальше? А дальше, дальше будем разбираться. Ну, вот соперник тоже, честно говоря, анимел от обилия возможностей. Потому что ясно, видно, почему я просто пешку на А4 не поставил. Ага, конь А3. Ну, давайте я, допустим, взял пока. Так, и там конь С2 будет угрожать, да? Наверное, такая идея. Там будет идея ФС2. Так, а если я вот так неожиданно вероломно сыграл, оп, идея слона Ф6. Странная, чудная игра в шахматы, да? Вроде хотел разменяться, да, а не разменялся. Так, кстати, сам подумал, а, собственно, зачем все это было? Так, слон А7, допустим. Честно говоря, несу какую-то ахинею. Просто ахинею. Пчелки, ферз Е4, ферз Д3. Что вообще происходит? Слон Б4, ну, правильно. Взял. Ладья Д8. Ладья Д8. Так, ладья Д8, хлеба просим. Так, ну, что у нас тут происходит-то? А ничего не хорошего не происходит. Взяли-взяли. Ну, давайте, будем атаковать дальше. Ой, там же мат мне. Там же мне мат на С4. Да, честно говоря, вот здесь я... Нет, вы знаете, на такой ноте я не хочу. Я не хочу завершать. Так. Оп. Так. А как сдаться-то? Ну, сдался. Все.